здравствуйте сегодня 27 ноября суббота я приехал на рыбалку в район лагеря алые паруса заехал от бывшего военного городка 21 километр сейчас по моему по карте он называется песчаная или песочная что-то такое там так сейчас у нас погода замечательная солнышко лес тут такой здесь были раньше очистные бояки были сейчас они не работают устроения какие-то остались вообще вокруг места очень красивые сопки такие дюны так ловить мы будем ловить мы будем так ты свалишься у меня не держится вот так лучше так ловить мы будем на старую но незаслуженно забытую снасть называется она пулька зеркальца так но это современная так они продаются иногда в магазинах можно самим сделать это вот самое легкое что у меня есть потому что я начну с берега потом по мере удаления от берега буду ставить более тяжелые веса потому что тут глубина может быть и 10 метров и течение может быть очень сильным обязательно чтобы эта снасть стукала по дну так здесь я поставил такую съедобную резину она плавающая то есть пулька будет стукать резина будет находиться в таком положении судаку то есть и очень удобно кушать будет так снасть немножко доработана плане что я привязал отводной поводок здесь такая вот бука рашка крючок обычный это сейчас я у берега попробую здесь окунь потому что здесь металлический поводок окунь не возьмет металлическим поводком а поводок нужен потому что ракушка камни очень острые то есть шнур перережет момент моментально флюрокарбон перережет а так хоть какая-то гарантия и он длинный такой поводок то есть он сантиметров 40 потому что камни могут быть высокие под камень попадет приманка на камни ракушки и перерезает пока на раз-два вот потом я сниму подальше отойду от берега с него у меня есть червяк есть опарыш потому что здесь корешка тоже есть вот ну и сик там может быть ёрш хороший крупный здесь ерши такие зверюги я нигде таких не видал есть вообще место очень замечательное место очень замечательное в плане того что так ну не только здесь а и левее и правее то есть тут летом то люди есть но и места хватает то есть здесь есть там можно вот там алые паруса находится лагерь пионерский где-то километр до него вот а здесь соответственно километра два три до военного до этого городка здесь самое узкое место афинского залива то есть вот до красной горки тут примерно где-то 27 километров 25 может по карте посмотрите если интересно так соответственно вот если в зеленогорске до такой глубины идти то это надо километра 45 шлепать и в ушково в том числе и то есть там расширяется залив дальше вот а здесь 500 метров отошел от берега и уже глубина там 78 метров там еще там 100 метров отошел и 9 метров глубина вот корабли тут стоят на рейде вот рядышком стоят так то здесь до глубины не так далеко единственное что это и плюс ну вот и минус то есть вот это вот береговая линия это вот шторм штормом здесь зеленогорский вроде едешь волны никакой нет вот сейчас ехал штиль там полнейший здесь всегда волна здесь можно приехать на рыбалку и просидеть три дня ждать у моря погоды то есть и не дождаться и уехать назад зимой тоже здесь сюда как бы советую ездить только со знающими людьми которые не первый раз сюда ездят самим соваться сюда не следует просто так потому что вот я сейчас поехал ветер северное направление от берега потому что если тут немножко хоть даже дует южный юго-западный ветер то здесь просто не выйти здесь волна такая я вчера хотела здесь накатывала зеленогорский был стиль здесь оттуда с открытой воды накатывала волна такая что перевернет лодку нафиг да и все будешь мокрый а сейчас погода то минус 8 градусов сегодня поэтому купаться то как-то нежелательно и не хочется совсем вот а зимой при таком ветре вы уплывете здесь много людей тонет и отрывает здесь лед встает в самую последнюю очередь и ломает его самый первый то есть зимы такие есть что и не выйти вообще раньше даже чтоб рыбаки как бы не было соблазна ледокол проходил вдоль берега и нафиг чтоб вообще туда никто не совался чем вас спасать потом есть отмороженные конечно ходят там ради этих там корышка ловится конечно ничего не скажешь но она того не стоит мне кажется чтобы тут полоскаться вот мужики с лодками ходят на лед то есть типа оторвет я на лодку сяду и переплыву до солдаты попробую еще лодку это спусти если лед этот гонит поэтому при сильных ветрах при любых сюда соваться не следует при даже небольшом ветре юго-западном южном можно приехать и просидеть тут на берегу вот а так нет летом тут хорошо и земляничка растет по берегам и грибочки но бары сосновые пока тут как бы везде проехать можно шлагбаумов нигде нет понатыкали ну не знаю насколько это хватит сейчас тенденция идет что такие места красивые все застраивают как бы лукавить то не будем я тоже конечно застроил бы так жить у залива то хорошо но все-таки надо как-то и доступ оставлять все-таки в таком красивом месте живем и подходить к шлагбауму там рекса сидят в будке гавкают на тебя вот ну ладно сейчас я тогда сейчас я тогда спускаю лодку переодеваюсь у меня костюм поплавок такой и начнем так вот мы на месте мы сейчас будем пускать я к я поставлю магнит зато хоть мормышки не покупали и блесны и кормушки тоже сейчас поставлю так поставил якорь вот сейчас мы будем заплывать против ветра и вот так вот по дну простукивать и когда будет поклевка или камни когда будет мы на навигатор вот эти точки забиваем потому что сейчас то мы можем беспрепятственно передвигаться и искать вот эти гряды каменные они меняют место свое течение очень сильно поэтому каждый год приходится вот такие основные места остаются вот а так приходится менять потому что зимой то так не походишь а вот эти точки будут забиты уже у нас навигаторе и мы зимой можем уже по готовым точкам с этой же снастью самой ходить передвигаться о что-то было есть есть о хе-хе-хе короткий обычно спиннинг а это длинный просто был в машине взял не очень удобно в лодке на бука рашку вот на эту хороший окунь вот так вот сейчас на навигаторе хобж забьем эту точку а потом уже зимой спокойно пробежались по этим точкам не надо время тратить ходить искать и так везде можно и на озерах вот заплываешь против ветра или даже сразу можешь подъехать на ветреную сторону и плавом так и идешь и стукаешь по дну хоп камушки пошли раз или поплавок бросил или в навигаторе забил и по этому месту можно дополнительно полазать ну ладно заказал еще дополнительные аккумуляторы и на этом самом и на озоне и на на алиэкспресс он алиэкспресс дешевые там четыре аккумулятора полторы тысячи а на озоне один аккумулятор около тысячи озон быстрее озон вот понедельник уже должен прийти а сейчас пока экономить буду аккумулятор и это поймал все тоже на этом живет он зажрала по собой не балуйся не упасть на хорошие укоречки как в окунь воде тут подмораживает вот так не холодно солнышко спряталась парочку что-то подзатягивает красота все равно он там вот у тех камней вон вал их парусов которые я поймал своего самого большого окуня кило 300 но это было в начале лета потом съездим как нибудь подписывайтесь тоже покажу как ловить берег так он машина стоит тут и роднички ездили там с друзьями облагораживали роднички там вода идет тут как гора такая вверх туда подъем там порядочный такой подъем вот там выход с поселка в принципе зимой можно там оставлять машину и вниз спускаешься там лестница такая крутая я не знаю не чистят так рыбаки натаптывают и выход на лед там хоть как говорится в толпе так не это самое как люди ломанутся так успеешь среагировать а здесь много людей потому что во первых дорогу никто не чистит это хорошие у людей так едут конечно но можно и застрять а там следующем только вот песках можно выйти следующем месте но она так вдоль дороги идет вдоль берега в принципе летом то можно по ней ехать ну в принципе на невидок и по берегу можно по песку тут ехать где камней не слишком много но тут клюет а я тут поставил уже на эту самую на корюшку на нарезку она уже висит так я на сковородку наловлю окунь не хочет так хоть корюшки бывает и лечь ловится кау ставишь опарыш и лечь десяток поймал корюши одно вот порезал вот я так филе очки отрезаю прямо потому что тут не разложишься особо в лодке то да и замерзает а так она от целого куска отрезаешь повеселее как тащит то хорошо вроде ветер так немножко как бы берегу оттаскивает от берега наоборот веревка вот считать что так вот накосую так свеженькую насадить главное на пульку взял рядом крючок с этим с корюшкой насаженная он на пульку мелкий такой три раза меньше 1 далеко от берега то уже взял это лед время обед потом еще пару часиков посижу то есть ох Ставил опарыш Плотвина как раз зафигачилась О какая Поджарим с курюшкой вместе Ох, он сошел, зараза, хороший Пару-ка решили, что поймал Вот так набирается Да, ладно, надо чаечку попить Пописать, сходить Темнело так Ну это туча вот пришла Ладно Потом включимся Если не раскачает сильнее Ветра вроде так нету Но зараза, волнишка так Бодренькая такая Раскачивает Ладно, еще Время есть Порыбачим Так Ну что-то потемнело Сегодня Не знаю Мороз усиливается Шнур примерзает Хоть и обработанный Наверное уже градусов Около 10 мороза Так Не знаю Сегодня уже, наверное, не пойду Завтра, если может Или в понедельник Если мороз стихнет То еще раз схожу Поймал Вот Ну вот Окунь Плотвина Маленький окушок И корюшки вот тут Не знаю Десятка-полтора Так что Если будет еще Возможность сходить Хотел на озеро сходить Там Щучку, думаю, еще погонять Лед встал Ну такой лед, что и ногами не выйдешь И на водке не выпуешь Вот Ну здесь я думаю, что еще можно будет Порыбачить Хотя на следующей неделе Я смотрел там чуть ли не 20 градусов Если такой, конечно, морозяка будет То Даже если здесь будет открыто То На удочку не прыбачишь особо Ну ладно Если что Сниму еще видео Если пойду До свидания